Сегодня в Италии такой траурный день. Умерла очень известная певица Рафаэла Кара. Я её помню, тоже была юная, и я её очень хорошо помню, её песни. Вот, и она как бы... Она достаточно молодая, умерла, но относительно, 68 лет. Для Италии это мало. Вот, и сегодня вот её похороны очень грандиозные, потому что её любили. Она была очень простая, такая, но женщина не звездила, да, как звёзды бывают. Вот, и сегодня вот в Риме её хоронят, и вместо того, чтобы сразу отправиться на кладбище, вот ещё заехали в какую-то базилику, чтобы как можно больше людей смогло попрощаться с ней. Вот у неё фото такое известное с детьми. Вот, видите, как-то вот так интересно получилось, что в Италии сегодня как бы, ну, и праздник, с одной стороны, потому что футбол победила команда итальянская, вышла в финал, и вот воскресенье будет в финал. И вот траурный день, потому что умерла такая любимая всеми, в буквальном смысле, народная артистка, понимаете. Вот, и вот так её сейчас хоронят, причём она, вот у неё гроб очень-очень-очень простой. Она, и это её пожелание было, её желание, чтобы гроб был достаточно простым, никаких вычурностей, ничего. И вот сейчас её везли по улицам Рима, аплодисменты, аплодисменты повсюду звучат, потому что, ну, действительно очень скорбят, итальянцы скорбят за ней. Если кто не знает её, поищите в Ютубе, напишите Рафаэла Кара, послушайте её песни. Она была такая, ну, достаточно нестандартная до итальянской эстрады, немножко такая смелая, очень открытая. Вот сейчас Месса, в честь её. Мы хотим поприветствовать нашу сестру Рафаэлу. У нас здесь не только её кровная семья, но и её семья сердечная. Какова эта базилика? Индирект, написано это, ну, прямой эфир, то есть это прямо сейчас. Сейчас у нас по итальянскому времени 12 часов 15 минут. Сейчас идёт Месса в честь Рафаэлы. И вот эта программа по телевидению, её назвали «Чао, Рафаэла», «Прощай, Рафаэла». У нас темно, потому что жалюзи закрыты. А, вот это её муж, наверняка, гражданский. Комы? Серджио зовут, это её гражданский муж, она не была замужемой. Он был её режиссёром. Она была, она была, она была, она была. Она была, она была, она была. Это выступает мэр Рима, очень молодая девушка. Сейчас ее покажет, вот она. Это мэр города Рим. Представляете? Моше место в Риме проходит, похороны в Риме. Эта женщина была иконой нашей страны. Приехали с ней попрощаться очень многие из разных стран и журналисты из разных стран тоже. Продолжение следует... Санта Мария и Ларачена. Говорят, что гроб медленно покидает эту базилику, кортеж с гробом. Говорят, что гроб медленно покидает эту базилику. Родственники плачут, обнимаются, когда гроб покидает базилику. Говорят, что гроб медленно покидает эту базилику. Вирджиния Раджи – это мэр Рима. Рассказывают, кто участвовал в церемонии, кто выступал с речью. Все говорили «Грация Рафаэла, большое спасибо Рафаэла, мы тебя любим». Это последнее путешествие. И сейчас этот кортеж отправляется по Риму, вдоль улиц, там, где Романия... Рим... Как сказать... Римчане хотят попрощаться. Это публика, которая вокруг прощается. Рим... 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 Почему там было фото с детьми во время мессы? Потому что она оплачивала образование детей на расстоянии разных. Очень много детей оплатила образование, потому что сама она не могла иметь детей. Вот. И очень много денег своих заработанных тратила на чужих детей. Рим... Грация Рафаэла... Рим... там поют ее песни пришли попрощаться вон там Чао Рафаэла написала программа так называется что они говорят что она за всю свою вот эту карьеру она обучила оплатила обучение 130 тысячам детей во всем мире родители которых не могли обучить своих детей вот она оплачивала у нее была такая программа 130 тысяч представляете детей почему-то у нее фото с детьми они из-на-то как и они как-то